И ребятки привет всем, с вами Миронов Сергей и у нас идет подготовка в Лондон на Muscle Model. Так, и это у нас второе видео, надо сделать небольшой отчет, что у нас за программа сейчас, как минимум впитаемся. Так, ну и конечно же надо будет рассказать потом о витаминах, о витаминах для роста мышц, да, без них не обойдется, это прекрасная номинация. Так, я тут у нас попиваю немножечко кого-то, да ребятки она вредная, но 0 калорий, потому что там замените и ничего страшного в ней не вижу. Так, поехали по-па-пара-пара-пам. По программе тренировок. Программа тренировок у нас строится 6 через 1, то есть 6 дней мы будем тренироваться и 1 день мы тренироваться не будем, но будем делать кадров, скорее всего. И первый день мы будем делать ноги, на ноги, ноги вообще не качал, последние там грубо говоря месяца 2, но когда на физике готовился, чтобы влезть в категорию, ноги не качал, они были дохлые, не любил их качать, но сейчас уже начинаю их любить. Вот, и у меня заспли две тренировки ног. Тренировка ног у меня акцент на перед бедра, естественно, на эту соплю или капельку, я называю соплю. Ну, короче, качаем квадритиц. В тренировочке ног что можно сказать? Я начал приседать, как же без этого, но приседал в смите, так как у меня болела правая коленочка. После, не знаю, может после футбола, может еще после чего, но в итоге ловил упражнение, где оно не болело. И вот нашел приседание в смите, начал приседать, дошел там до небольшого веса, килограммчиков 100, там не знаю, 100, 120, 140. И что, заметил? Заметил, что начала расти жопа, а не квадритиц, так что я поменял тренировку ног. Я ее сниму обязательно для вас, покажу. То есть первый день у нас тренировка ног, второй день у нас это тренировка спины, задние дельты, трапеции, чуть-чуть баночки будем качать. Третий день это у нас такая средненькая тренировочка груди и плечи. В четвертый день у меня опять ноги, то есть они в первый и в четвертый день. Так, в пятый у нас такая легкая вообще тренировка, это немножко банок и немножко пресса. И, ну пресс еще куда-нибудь добавлю, скорее всего. И шестая тренировка это плечи и трапеции. Плечи все пучки, трапеции так как, ну вообще у меня в приоритете это ноги и плечи. Так что мы их убиваем в основном, а все остальное в принципе у тренировки груди отдельно у меня нет, как вы заметили. То есть у меня такая тяжелая тренировка плеч и легкая тренировка плеч с грудью. Ну и грудь такая, там 2-3 упражнения будем делать. Потому что грудочок-то у меня вроде нормальный. Вот такие вот дела. Так, что у нас еще? Кардио. Кардио будем делать, наверное, каждый день от получаса до часу. Посмотрим по состоянию. Это прям не так уж пока принципиально. Вот. Но будем стараться. Будет время, будем делать кардио. По питанию за последнюю неделю, сегодня у нас уже 28 сентября, воскресенье, вечер, практически ночью. Смотрите, я, ребят, у меня на сушке, я на сушке, вот что у меня тут творится дома. Представляете, как вот можно вот так вот жить. Вот оно, да? Вот оно, вот оно, вон там, смотрите. Что там готовится, что там такое? Вкуснота. И это явно не диетический продукт, скажу я вам. Но, что поделать? Приходится, приходится так жить, облизываться. Но, ничего. Ничего страшного. Мы прорвемся не первый раз. Так, что у нас из питания? Ну, вообще из спорт питания. Витаминки. Витаминки пью, омега-3 пью. Витамины. Да, на самом деле, всякие разные. Сейчас, в этот раз, у меня Гаспарий, Оптимэн, вообще, до этого дали формулу, пил за 300 рублей. По витаминам я особо не парюсь. Но, к концу подготовки, наверное, начну что-нибудь интересное пить. Так, я пью быцашечки. Быцашечки со вкусом вишни и простые. От женетика. Ребятки, мне подогнали бесплатно. Так что, я пью их и пью еще протеинчик. Протеинчик, правда, редко пью. Вечерком бывает. Забодерживаемся коктейль с клубничкой. Вкусненько получается. Вот. Его я люблю. Да и, наверное, и все. Что еще у меня там? Ну, у меня есть всякие приколюхи, там, глюкозамины, еще какие-то вещи. Но я вот особо не из... А, притреники еще бывает. Пью на тренировочке. Чтобы так взбодриться и, блин, гнуть железо, ломать его, ломать тренажеры. По питанию. По питанию, в принципе, у меня нет углеводов. Вообще, ну, то есть, медленных каш каких-то, еще что-то. Я это не ем. Я это не особо-то и не люблю. И как-то не чувствую. У меня вот углевод такие набираются. Грамм в стол в день. Со всякой хрени. То есть, там, чуть-чуть в соусе углеводов. Чуть-чуть в лаваше. Я, бывает, ем роллы с курицей и с овощами. Ну, такие завернутые. Курица, там, без соуса. Ну, так, ничего идет. Ну, вот оттуда идет немножечко углеводов. Пару-тройку яблок, бывает, съем тоже парочка. Там, ну, сколько там, не знаю, 20-30 углеводов добавится. Ну, за день, наверное, соточка набежит. Чего я вообще не парюсь. Пока еще, там, с творога немножко. Там, может, молока. Хотя я мало пью. Вот, пока я не парюсь. У меня ничего жесткого нету еще. Еще не наступило. И что еще могу сказать. По белкам. Белка я ем в районе 2-3, наверное, 2-2,5 грамма, килограмма веса. Ну, то есть, это выходит граммчиков 200. 250, наверное, надо есть побольше. Так как и витамины-то для роста мышц я использую. О которых будет отделить уже, если я не сказал. Вот. И что еще? Да, все. Поэтому яичные белки, курица, индейка, рыба. Все просто. Вот, бысашечки. Бывает протеины там. Творожочек кушаю. И еще немножечко. И ничего. Да и все вроде по белку-то, наверное. По жарам. Жаров у меня не так уж и мало. Их, наверное, граммчиков пока 100-200. Может быть, даже 250 порой выходит. Хотя нет, наверное, 200. Я, бывает, орехов-орехов. Орехи люблю пока сейчас ем. По 100. Бывает даже по 200 грамм за день съедаю. Ну и, в принципе, наверное, на 2500-3000 калорий набираю. Вот такие тренировки делаю по час кардио. Спасибо, что выключили свет мне. Ну, тренировка практически каждый день. Кардио от полчаса до часа. Бывает, что еще ухожу. Если лень делать кардио, есть время. Могу пройтись километров так, от 5 до 10 за день. Бывает даже больше. Когда уже совсем уж много времени. Могу пойти на работу пешком и 12,5 километров. Что, в принципе, тоже сжигает калории неплохо. Хоть я люблю. Слушаю мудричку, думаю о высшем. Еще что-то хотел сказать. Сейчас вспомню и скажу. Ах, не сказал же еще что по весу. Так как витамин для роста мышц у нас пошли в работу. Их, наверное, совсем-совсем немного. И они немножечко водички какие-то подливают. Подливают. И в то же время я начинал с 113 килограмм на частоту. На сухую, скажем так. И вот сейчас я вешу в районе 110 в зале. То есть, следовательно... Следовательно, не знаю. Килограммчика, наверное, если учитывать, что должна была залиться вода. То есть, я должен был весить больше 113. А то, не знаю, килограмм 5, наверное, ушло. Пока еще. Вот. Да и... Я себя чувствую прекрасно, как обычно. На сравнении у меня отличное. Вот. Тренирую, тренируюсь, отдыхаю. Вот такие вот, ребяточки, дела. И что? Я же забыл. В прошлом видео ты написал, что у нас новая рубрика. Поймать деда Сережева, да? А фотографии ты не вставил. Вот тупой качок. Ну, я там торопился просто. Надо было быстро видос вылить. А то ничего вас не радовало бы видео-то. Так что... Ну, вот постара сейчас прикреплю. Посмотрите. Да и все. Так что, ребяточки, подписывайтесь на канал. Порад сидеть с Сережей большими пальцами. Смотрите за его... Смотрите за его трансформацией, подготовочкой к мускул моду в Лондон. И вроде все идет потихоньку. Деньги, денежки. Денежек хватит. Если не хватит, ну, там чего. Займем. Займем долг. Это не проблема. Потом отдадим. Главное визу сейчас делать. Вроде делается потихоньку. Надеюсь, ее одобрят. И проблем не будет. Дядя Сережа поедет в Лондон. И ребяткам с Лондона, кто хотел меня встретить, помочь мне. Вам привет большой. Я очень рад, что вы такие добрые. Помогаете мне покорить. Покорить эту прекрасную страну и город. И вот такие вот, ребяточки, дела. Так что, смотрите. Дальше. Здесь разменяется. Видите, даже лице чуть подошло. Надо еще замерочки будет сделать потом. Ленточку возьму на работе и сделаю. Ты знаменитость, но у подъезда не стоит кадиллак. Ты знаменитость, оказалось, твой продюсер мудак. Однажды ты поймешь, что все в жизни было зря. Теперь ты одинок, и ты совсем не поп-звезда. Однажды ты поймешь, что все в жизни было зря. Теперь ты одинок, и ты совсем не поп-звезда. Продолжение следует...